Я рада приветствовать всех любителей парфюмерии, которые собираются у меня на канале. Меня зовут Инна, и сегодня, видите, я уже поставила на передний план в кадр, вела, можно сказать, елочку. Это искусственная елочка, такая настольная. Я ее немножко украсила, чтобы у нас с вами создавалось уже такое новогоднее, зимнее настроение. Атмосфера праздника, волшебства и веры в чудеса. Вот, сегодня я хочу рассказать вам про ароматы зимы, но особенные, потому что этими ароматами я пользовалась чаще всего. Вот это будет такая выдержка из ароматов, которым рука тянулась чаще. Я пользовалась, вот здесь будут такие ароматы, которые я использовала изо дня в день, изо дня в день. Есть такой термин парфюмерный запой. Вот именно здесь будут такие ароматы. Не знаю, как это получилось, вот настолько мне нравилось в этих ароматах, что мне не хотелось ничего другого. Я, кстати, сейчас провела у себя такую парфюмерную ротацию. Я перебрала полочки, выдвинула на передний план парфюмы, которым я с удовольствием бы пользовалась зимой. О них, конечно же, я расскажу вам в следующих видео, поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять меня на просторах интернета и ютуба. Вот, конечно же, без них не обходится моя зима. Но вот сегодня будет именно такая любовь, любовная любовь к этим ароматам. Давайте же я уже буду скорее вам рассказывать, чем же я так жадно пользовалась изо дня в день. И вот моя рука, конечно же, тянется к парфюму от Ксержов. Это букет идеаля. Очень красивый флакон, красивый гранатовый цвет. Но какое же у него красивое содержание. Этот аромат, он, вот его когда вдыхаешь, просто ощущение такого спокойствия на тебя нахлынувает. Ощущение красоты и какой-то такой стильной элегантности и утонченности. Мои собачки что-то там ругаются. Я надеюсь, вы меня услышите сквозь них. Букет идеаля. Очень красивый в холодное время года. И зимой он, рука к нему очень часто тянется. Я его даже сегодня брала за вот сумочки и я прям обновляла его, потому что я хотела вот слышать поярче, по, как-то понасыщеннее. О чем этот аромат? Этот аромат про специи, ваниль и древесину. Здесь в нотах заявлен, по-моему, мускатный орех. Здесь есть кардамон. Вот эти красивые специи. Опутаны красивейшей ванилью. Ваниль, ну, кстати, здесь даже разная. Вот такая ваниль сладостная плюс ваниль древесная. Здесь, конечно же, есть древесина и сандал. Здесь есть и вуаяк. То есть, если его охарактеризовать вот так, в общем, это сладостный, древесный, специный парфюм. Шлейф которого просто, он не может остаться незамеченным. Он окутывающий, согревающий. Вот когда вдыхаешь этот парфюм, сразу ассоциация вот с зимними вечерами, зимними днями. Этот аромат, он может, я его днем носила, и утром одевала. Он может быть как дневным, так и вечерним. Обожаю этот парфюм. У него есть бюджетный аналог, Almazone, который я тоже с удовольствием ношу. Ну, вот, конечно же, он, малыш, мне этот очень нравится. Классно помещается в сумочку. Так, следующий парфюм. Давайте покажу, начинаю с козырей. Это аромат от Том Форда Velvet Orchid. Это у нас бархатная орхидея. Это, наверное, одно из моих парфюмерных я, хочу вам сказать. Без этого аромата вообще не может существовать моей парфюмерной коллекции. Хотя у меня не коллекция. У меня просто мой парфюмерный гардероб. Парфюмер в шкафу, который меня пользует с удовольствием. Когда слышу этот аромат, во-первых, глаза закатываются. От удовольствия. Я сразу хочу, нанесу на себя, даже хочу, чтобы на свитерок попало. Какой же он красивый. Аромат. Чувственная орхидея. Не чувственная орхидея. Это у нас бархатная орхидея. Она шикарная. Начало такое, знаете, из горького какого-то апельсина. Апельсина, бергамота. Что-то здесь определенно есть. Цитрусовое такое. Но цитрусово-сладкое. Возможно, это апельсин. Уж какого красивого шлепа. Шлеп этот аромат. Вот одного нанесения достаточно, чтобы был просто королевский длиннющий шлеп. Этот аромат. Просто с ним хочется распрямиться, выпрямиться. Я не знаю, одеть какую-то шубку. На любой из них можно одеть. Я ношу его совершенно даже спортивным образом. Он мне нравится. Аромат. Я говорила, что букет идеалей можно и с утра, и днем, и вечером. Этот аромат, если честно говоря, конечно же, он более такой торжественно-вечерний. Но мне все равно. Мне все равно. Если бы, конечно же, я шла на торжество, я обязательно бы одела этот парфюм. Но я его одеваю даже утром. В дне он поднимает настроение. После такого красивого старта дальше включается... Он определенно алкогольный. Здесь заявлен, по-моему, ром в пирамиде. И этот ром, знаете, вот бывает такой тростниковый сахар. Вот когда вот капелька рома капает на тростниковый сахар, вот получается какой-то такой даже запах, а возможно даже на вкус вот так пахнет этот аромат. Что-то в нем есть такое, знаете, коричнево-тростниково-сахарная сладость, конечно же, есть. Здесь есть красивый ваниль, здесь есть мед, который все это красиво так, знаете, окутывает. Но аромат определенно алкогольно-древесный. Здесь очень много древесины, здесь можно перечислять очень долго. И сандал, и, по-моему, гуаяково-дерево есть. Серьезные такие, здесь даже смолы есть, мне кажется, и бальзамы какие-то. Вот он такой древесно-цветочный, здесь очень классная цветочная база. Здесь какая-то фирменная вот эта, мне кажется, молекула фордовская, которая вот, сама орхидея же она не пахнет, но здесь видно молекулярно выведена какая-то такая фирменная нота вот этой орхидеи, которая присуща как черной орхидеи, так и в вельветовой орхидеи, в бархатной орхидеи. Вот она, возможно, такая фантазийная, но я ее просто обожаю. Здесь роза, жасмин, ирис, цветов здесь очень много. И все это в охапке вот тростникового сахара, древесины и рома. Шикарно. Ну, что говорить, это одно из моих парфюмерных я. Давайте, если мы, я смотрю, здесь у меня очень много парных ароматов из одной фирмы. Продолжим Томом Фордом. Если уже пошла речь про мои парфюмерные я, то вот вам, пожалуйста, еще одно мое парфюмерное я. Это Том Форд Нуар Пруфам. Как же я обожаю этот аромат. Боже мой, снятость, редкость. Это второй флакон в моей коллекции. Я закончила благополучно 30-очку. Тут же купила 100 миллилитров. Если бы я, вот знаете, как бы вовремя опомнилась, нужно было, конечно, запасаться этим ароматом, потому что аналогов ему совершенно нет. Как же я люблю этот парфюм. Он прекрасен. Это тоже такой древесный гурманский аромат. Он более мягкий, сливочный, ниже бельветовой орхидеи. Он более такой мягенький. Здесь заявлено мороженое кулфи, которое просто фисташковое. Здесь определенно есть такая сливочная и фисташковая нота. И, конечно же, очень много древесины. И на эту древесину тоже, мне кажется, капелька какого-то алкоголя. И с определенной долей такой кремовости. Здесь есть такое ощущение мороженого, правда. Кремовости и карамельности. У меня ощущение. Этот аромат просто мне не хочется разбирать на ноты. Он про ощущение. Когда идет снежок, вы с любимым семьей в загородном доме. Он такой из сруба. Вы сидите, попиваете, я не знаю, горячий шоколад. Возможно, с маршмеллоу. Кто-то такой любит. Или просто, вот, кстати, кофеочек можно с шариком мороженым. Кофе Гляссе любует этой прекрасной снегопадом. И у вас в камине потрескивают дрова. Это все, этот аромат. Он уютный, семейный, домашний, медитативный, вкусный. И, я не знаю, он какой-то просто шедевр. Шедевр. Очень жалко, что с мятостью. Вот, к сожалению. Но у меня есть 100 мл, я пользуюсь этим ароматом. С удовольствием. Так, следующий аромат. Давайте покажу парфюм, который, казалось бы, показываю в Анклифф энд Арпелс, который трудно назвать зимним. Это Буа де Ирис. Ирисовый парфюм, который очень красивый. Ой, боже мой, какой он. Он такой, здесь, конечно же, чувствуется в первую очередь ирис. Он такой сладковатый. Вот эта магия вот какого-то такого сахарка, который здесь заявлен, он не отпускает. Аромат, я считаю, определенно с молекулярной какой-то такой составляющей. Здесь, кстати, ну так заявлен плавник. Плавник, кого неизвестно. Ладан, Нира, сахар, амбра, ветивер и в французский лабдан. Я специально выписала. Но так интересно, что же здесь в этом аромате. Потому что я его ощущаю таким ревесным, сахарным и ирисовым. Ощущение такое, каждый раз его описываю, чтобы понять, как это пахнет. Вы несете охапку ирисов, а ваш ребенок где-то по парку, а ваш ребенок идет рядом и кушает сахарную вату. Вот эти все ароматы сплелись, и получился этот парфюм. Я от него просто в восторге. Я вот, вот когда подхожу к этому парфюму, я все время хочу им пользоваться. Вот так вот. Кстати, я не сказала, но в начале видео уже говорила, что вот этот аромат, я как слышу отголоски на свитере, я вот хочу наносить его вновь и вновь. Я, наверное, дня три подряд носила вельветовую орхидею. Буквально недавно я была вот в этом, в Нуар Пафаме. Очень красивый. Кстати, очень комплиментарный. Нравится всем. Вот. Этот парфюм я одеваю, когда мне хочется такой, с одной стороны, прозрачности, нежности. Он, вы знаете, как белый цвет, но при этом он очень заметный. Мне. Вот я не считаю его, мне кажется, его, он очень стойкий, я не считаю его шлейфовым. Мне кажется, шлейф от него не очень. Ни разу не слышала, чтобы мне кто-то как-то замечал этот парфюм. Но я его замечаю на себе целый день. Он, если куда-то попадает на одежду, он остается на ней просто до стирки. Аромат очень стойкий. Я его очень люблю. Боады и Ирис. Смотрите, какой расход. Сам расход говорит сам за себя. Тут не нужно слов. У меня очень много парфюмов, но рука к нему очень часто тянется. И зимой я его не выпускаю из своих рук. Вот так вот. Он какой-то очень сладкий, теплый. Вот так вот. Опять парные ароматы. Что поделать? Я, кстати, очень люблю бренд Van Cleef & Artels. И хочу показать вам аромат, который называет Blanc. Этот парфюм я начинала носить с лета. И он, правда, круглогодичный. Единственное, что у него, как вам сказать, вот звучание аромата немного отличается от сезона. Потому что он летом звучит более сладко. В нем летом проявляются какие-то такие кокосовые ноты. А зимой, вот сейчас, в нем красиво я стала слышать инжир, который заявлен в ноте. В нотах я, кстати, летом совершенно его не слышала. А вот зимой этот кокосик, я называю, конфетка Рафаэлка, немножечко отходит на такой набэк-вокал, на задний план. И вперед выступает именно инжирная нота. И инжир здесь очень интересный. Он здесь, как сам плод, очень сладкий, аромат сладковатый. И при этом составляющая инжира, инжирного листа. То есть есть такая терапковатость, зеленоватость. Здесь, кстати, по-моему,еленые ноты здесь не заявлены. Здесь инжир мандарин в начале. Ой, как же это красиво. Он такой фиалковый. Здесь сандал есть. Такой сливочно-кокосовый инжирный сандал. Зимой немножечко больше я слышу солоноватость сандала. Шлейф от этого аромата очень тоненький. Очень такой беленький. Вот вы знаете, я сейчас очень подхожу по цветовой гамме этому парфюму. И вот когда снежок, ветерок, этот аромат просто... Он звенит. Он чистый ручеюк. Вот это можно все сказать про этот аромат. Как же в нем красиво. Это я его проодеваю, когда мне хочется такого более свежего, легкого, такого звонкого ощущения на себе. Вот казалось бы, инжир, сандал. Такие холодноватые ноты. Но он классно звучит именно зимой. Кстати, я покажу вам парфюм, который у меня обезгладен. Вставил такой шарик, он там и остался, и крышечка где-то потерялась. Но видите, аромат уже подходит к концу. Я показываю Шалемар и Нишен Ле. Именно Сенсуэль. Такая розовая кисточка. Но там было две розовые кисточки. Одна такая тряпчаная, а у меня пуховочка розовая. Вот это версия. Этот парфюм я всегда считала летним. Но не в эту зиму. Аромат, я бы сказала, такой цитрусовая пудра. По-шалемаровски, по-герленовски красивые цитрусы. Здесь мандарин, что-то такое кисленькое. Бергамот, конечно, здесь присутствует. Грейпфрут, мерали. Представляете, все эти ноты такие летние. Но как же он классно звучит зимой. Когда выходишь на улицу, снежок, свежеборозный воздух. Ой, какой он красивый. Здесь есть определенно какие-то цветы. Вот нейроли, жасмин, мне кажется, здесь однозначно есть. Но вот цитрусовые ароматы на снегу, морозец, звучат как-то по-особенному. Знаете, придают такое новогоднее настроение. Когда у нас всех привязка про Новый год, апельсины, мандарины. Все мы травмированы дефицитами. Почему-то только на Новый год мы кушали мандарины, апельсины. Ну, так уж сложилось. Поэтому я когда в этом аромате, у меня сразу какое-то предвкушение праздника. Вот все это в этом парфюме. Притом он очень красиво запудривается. Ты ощущаешь какую-то такую женственную элегантность в этом аромате. Обожаю этот парфюм. Я, кстати, тоже только начинаю его носить. Все время, все время, все время. Вот хочется, хочется его вдыхать и вдыхать. От начала до конца это просто очень красивый парфюм. Вот я не знаю. Я, кстати, тоже ничего подобного не слышала в аромате. Я, кстати, очень расстроилась, когда узнала, что его снимают. Но, слава богу, их всех переформулировали. И, по-моему, его можно сейчас купить в вот этих жандармах, в бутылочках жандармах. Так, вот этот парфюм, кстати, это моя любовь. Обожаю этот аромат. Марка называется Прима Материя. И аромат у меня называется Трешусь. Красивый бутылечек. Посмотрите, как красивая такая статуэтка. Очень она красиво, добротно выглядит. У меня, кстати, тестерная крышечка. У него такая квадратная черная. Конечно же, с черной крышкой он выглядит более так красиво, полноценно. Но я закрываю глаза на это, потому что, когда я вдыхаю этот парфюм... Боже мой, как он красивый. Это аромат Провишни. Про вишню, черешню. Здесь, кстати, и заявлено на миндаль. Здесь чувствуется такая миндальность какая-то. Ну, эти... Когда даже у Том Форда, когда там вишня заявлено, там заявлено миндаль. Вот здесь он определенно чувствуется. Такой с горчиночкой. Вишня, при том, вишня свежая. Вишня компоте. Вишня такая дикая вишня, знаете, у которой есть такой, более такой, как сказать... Ну, это только надо знать, как дикая вишня звучит и какая она на вкус. У нее более такой выраженный, более кисленький вкус. И когда из дикой вишни такой варишь в варенье, вот у нее такой есть определенный вкус, как будто бы от косточки этой вишни. Вот все здесь в этом аромате. Аромат очень красивый. И здесь заявлена малина. Да, малина. И вот, не знаю, есть ощущение в нем такое, как будто бы вот какой-то холодок присутствует. Как будто бы всю эту вишню, малину. Вы положили шарик сливочного, ванильного мороженого и все красиво. Вместо топинга положили вот малинку, вишенку, покрошили миндалем. Вот это все про этот парфюм. Но он не является таким съедобно-гурманским. У него есть такая серьезная база, смольная, древесная, красивая база. Но носится он очень легко. Шлейф от него такой вишенки. Вишенки и миндаля. Но я в нем абсолютно не устаю. И тоже у меня бывает все вишневая неделя. Я пользуюсь им целую неделю. Вот класс. Обожаю этот парфюм. И последний аромат. Из этого видео я хочу вам показать парфюм, который тоже, смотрите, беленький, красивый. Это Мон Парфам Перл от Миколи. Это моя любовь. Он тоже внесезонный. И этот аромат я хочу выбрать тогда, когда мне хочется какой-то легкости. Когда у меня какая-то встреча, когда я хочу выглядеть и звучать безупречно. Встреча, банк, школу, родительское собрание. Какая-то, допустим, там общественная организация. Когда я не хочу, чтобы мой парфюм звучал как-то вот так, по безу. Понимаете? Это может отвлекать на родительском собрании, скажу честно. Вот. А этот парфюм, он создает волшебное... Ой, боже мой, волшебное облако. Этот аромат про розу. Какой-то такой ежевик. Здесь, кстати, ноты заявлены, потому что у меня тестер. Здесь пион розы вуд. А танжерин, конечно же, он стартует таким цитрусом, какими-то ягодками как раз с ними. Подключается розочка, такая нежная, разбавленная, звонкая, как будто бы она во льду, эта роза. И он пудровый. Здесь определенно есть пудровые помадные ноты, которые создают какую-то такую очень красивую женственную ауру вокруг ее носительницы. Я почему говорю женственную? Потому что я не вижу этот аромат на мужчинах. Вот совершенно. Мне кажется, это подчеркивает такую нежность, звонкость девушки. Аромат безупречный. Мне кажется, этот аромат со стороны не может воспринять как-то вот негативно. Он потрясающий. Я в нем чувствую такую легкость. Вот я ощущаю просто легкость. Ой, я хочу его прямо нанести. Ммм, какой же он красивый. Буду благоухать сегодня вечером этим парфюром. Мон Парфам Перл. Кстати, вся линейка Мон Парфам, к сожалению, снята. Вот так вот. У меня два аромата Мон Парфам. Мой тоже не менее любимый. Мон Парфам Кристалл, который подкусит сладкую розу. Обожаю этот парфюм. Но вот именно к Перлу моя рука, начало декабря тянулась у меня очень часто. Видите, даже сейчас я бы нанесла на себя. Вот такие были мои любимцы. Правда, пользовалась ими чаще всего. Но мы такие парфюмерные любители, которые, знаете, все надоедает. Хочется каких-то других впечатлений, других эмоций. Какие ароматы я выберу на следующую, возможно, неделю. Я вам обязательно расскажу. Поэтому подписывайтесь. Если вы знакомы с этими ароматами, напишите мне ваши отношения к ним. Носите ли вы их? Или же вы считаете их совершенно неуместными зимой? Мне очень будет интересно поблагодарить с вами об этом в комментариях. Все. Я надеюсь, мы очень скоро с вами увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok